В общем, когда человек хочет поступить в художку, он должен пройти два экзамена, а именно композиция и живопись. Когда вы приходите на живопись, вы пишете красками поставленный предмет. В основном ставят либо ветку, либо яблоко. А когда я поступала, мы писали яблоко, нам давалось полтора часа на то, чтобы нарисовать маленький этюд. Затем вы сдаете вашу работу, ее проверяют. И за нее ставят оценку от 1 до 5. Собственно, это играет роль в вашем рейтинге потом. Также второй экзамен — это композиция. То есть вы приходите, по крайней мере у нас так было, мы пришли в класс, и мы разбирали листки с линиями. То есть там была нарисована одна-единственная линия, и нужно было придумать композицию и нарисовать ее. Не обязательно было придавать ей реализма, то есть не обязательно добавлять тени, свет и так далее. То есть можно было нарисовать просто карандашом и желательно хотя бы закрасть как-нибудь плоско. Собственно, вы бы не смогли нарисовать что-то более реалистичное, потому что вам на это дается тоже полтора часа. Вот. Потом вы также сдаете эту работу, и ее оценивают от 1 до 5. Затем проходит неделя, и в художке вывешиваются списки. То есть вы должны приехать в художку и посмотреть на списки поступивших. В нашем городе в художке есть несколько филиалов. Вот. Самое престижное это в центре города, и которое похуже, это в спальном районе. В спальном районе меньше проходной бал, потому что туда хочет меньше народу. Но я поступила именно туда, и, наверное, я рада, потому что мне недолго добираться от дома до туда. Со школы удобно совмещать. В художке можно поступать до 12 лет, а я поступала в 11 лет туда. Вот. В художке вы учитесь 5 лет, а 4 года из которых у вас присутствует такой предмет, как скульптура, по которому вы сдаете экзамен в 4-м классе. Но начнем с 1-го класса. В 1-м классе вы приходите на 1-й урок, и вам ставят руку. То есть с 1-го урока, примерно 1-го полгода, вы занимаетесь постановкой руки, чтобы потом уверенно держать в руках карандаш, кисть, уверенно пользоваться палитрой, уверенно пользоваться тряпочкой-стаканчиком для воды, и не бояться всех этих принадлежностей. Вот. То есть вы приходите и занимаетесь тем, что вам рассказывают самую базу. Что такое цвет, что такое свет, что такое тень, и как они взаимодействуют друг с другом, и что от чего зависит. На 1-м уроке вы изучаете градиент. Градиент вы рисуете сами, то есть вы делите лист на несколько квадратиков, и вы карандашом учитесь переходить от самого темного к самому светлому и наоборот. Это все занимает 2 часа, вот. И преподаватель смотрит на ваши способности, скажем, знакомится с вами. Вот. И самое первое, чему вы обучаетесь, это, конечно же, графика. Потому что графика – это самое простое, чему можно научиться. То есть обращаться с простым карандашом, который вы держите в детском саде. Далее вы переходите постепенно на живопись. Вы знакомитесь с цветовым кругом, где есть противоположные цвета, близкие цвета. И вы просто изучаете, какие цвета существуют и какие получаются, если смешивать тот или тот в каких-то пропорциях. Вы рисуете этот цветовой круг и учитесь обращаться с красками постепенно. Затем вам начинает давать легкие композиции на выбор, что вы хотите нарисовать. Затем вам предоставляется натюрморт, который вы будете должны нарисовать. Там уже совмещается и графика, и живопись. Почему графика? Потому что сначала вы рисуете маленький эскизик в графике, чтобы понять, откуда падает свет и куда падает тень. Это занимает примерно 15 минут. Это несложно. Потом преподаватель проверяет ваш эскиз и говорит, переносить или не переносить эскиз уже на основной холст. Ну, холстов, конечно же, нет. Мы рисовали на обычной бумаге, которая придумана специально для акварели, потому что на ней легко смешивать цвета. Можно, конечно, пользоваться пластиковой палитрой, но это не совсем достоверная передача цвета, которая у вас получится, потому что на бумаге вода впитывается, и цвет становится, скажем так, более насыщенным. Вот. Что еще? В общем, вы рисуете, и самая первая ваша работа, она обязательно будет плохой. Но преподаватели не жестко оценят, потому что они понимают, что вы только пришли учиться. Есть, конечно, такие индивидуумы, которые будут вас унижать, но я не знаю, зачем у таких учиться. Также в первом классе у вас, помимо живописи, графики, а также композиции, присутствует такой предмет, как история искусств. История искусств у вас будет идти 5 классов, 5 лет. И в конце обучения всего вы должны будете написать реферат на любую тему. В нашем случае мы писали про художников, любых, которые нам понравились. Я писала про Эдгара Дега, замечательный художник, и на старости лет еще скульптор. Но в эту тему я не хочу углубляться, потому что мне очень приятно вспоминать то, как ты писал этот реферат. Но тем не менее, писать реферат в художке – это хорошая подготовка к написанию любого реферата, потому что там условия написания ничуть не легче, чем при написании реферата в университете либо в школе на какую-либо тему. Вот. Так вот. Первое, с чего вы начинаете изучение истории искусств, это, конечно же, древние времена. То есть искусство древних цивилизаций. Египет, Греция и так далее. Мы изучали строение зданий, то есть мы изучали архитектуру изначально, потому что в древних цивилизациях не было никаких выдающихся художников, чьи бы имена дожили до наших дней. Но это тоже было интересно. Мы рисовали в сетрадях зарисовки, которые нам помогали определять, что есть колонны, что есть неколонны, что такое Парфенон, чем он отличается от храма и так далее. Также у нас были контрольные в художке по истории искусств. На что направлено контрольные? Это просто, как в школе, вывод средней оценки за год. То есть вы приходите, вы либо учите весь материал про каких-либо правителей, которые придумали построить то-то, то-то и то-то, учите материал про виды построек, как они выглядят и все. Такие контрольные, они несложные, вот, то есть нам даже показывали картинки на проекторе, и мы должны были угадать, что это за постройка. Точнее не угадать, а определить и написать это на листочке. Это несложные проверочные. Проверочные усложняются, когда появляются художники. Сначала мы изучали художников-европейцев, потому что их довольно-таки много, и они все известны, и очень много родоначальников разных направлений именно в Европе. То есть они рисовали портреты, пейзажи, натюрморты. Нас учили читать портреты, кстати говоря. Мы в портреты должны были определять характер человека, должны были читать портрет по символам, которые оставлял художник. То есть символ-то может быть какой-либо цветок, например, роза-символ страсти, либо если человек изображен вместе со своим любимцем, с собакой, либо на фоне чего-то, там, будь то какое-то здание, какая-то комната, парадные шторы. Кстати, еще можно было прочитать характер человека по одежде. Ну, понятно, что разделялись по одежде крестьяне и знатные люди, но это лишь часть того, что можно было узнать по портрету. Также были семейные портреты и портреты детей. Портреты детей — это самые сложные портреты, потому что, во-первых, их тяжело писать, из-за того, что у ребенка другие пропорции, непривычные для рисования, потому что в основном художники рисуют взрослых людей. Вот. Но портретов детей не было шибко много, особенно в Средневековье, потому что там о реализме и о пропорциях художники не слышали. А пропорции и реализм возвращаются в эпоху Возрождения. Почему? Потому что в Средневековье все было... Все крутилось, точнее, вокруг религии. И вообще, как бы, картины писались по подобию икон. Поэтому люди выглядели достаточно просто, а дети выглядели как... А взрослые только вот в размере поменьше, как, не знаю, какие-то религии. То есть пропорций детских не было. Далее, в эпоху Возрождения, люди становятся более реалистичными. Не боятся показывать их тела. Дети становятся детьми, взрослые становятся взрослыми. И появляется уже много различных известных нам художников, которые любой слышал. Тот же самый Леонардо да Винчи. Все. Помимо художников, на уроках истории искусств мы изучали скульптору. Скульпторов было тоже предостаточно. Мы учились читать скульптуры. Также мы изучали историю создания скульптур. То есть, будь то она создана по мифу, историческому событию, все что угодно. Так же, как и картине, кстати говоря. Перед картиной шла огромная предыстория. Это мог быть какой-то друг, не знаю, брат, жена, художника, который является автором этой картины. Вот. Что еще? Так же продолжалась тема архитектуры на протяжении всего обучения, потому что помимо смен направлений в живописи, сменялись направления и в архитектуре. То есть, не знаю, барокко, рококо, известны всем понятия. И вот на контрольных мы уже должны были учить биографию художника, картины, которые он написал. Нам на флешку скидывали картины по художникам. Например, у нас была тема Голландия 17 века. Нам давали имена художников из этой темы. На флешку скидывали картины в эти папки, и мы должны были сидеть и запоминать, кто написал какую картину. Мы должны были учить биографию этих художников-голландцев, какие-то интересные факты о том, что их объединяло, кто являлся родоначальником чего-то, кто последователем, кто учеником, потому что все художники в основном учились друг к другу, потому что они жили практически вообще в одной округе. Не знаю, почему так вышло, но так вышло. Вот так проходили наши контроли. Они были уже намного сложнее, потому что нам показывали в сумме где-то 30 картин, а художников, допустим, 5. То есть на каждого художника приходится, ну, прошесть картин. Но это было далеко не так. Какой-то художник будет встретиться, и ты думаешь, «Ха, этот художник или не этот?» По портретам было легко угадать художника, потому что портреты слишком различаются. Но когда тебе показывают картину натюрморта, как бы не особо понятно, кто что написал. Вот. Понятнее было, когда уже начался не вот классическая живопись, реалистичная, а когда вот начался импрессионизм, потому что там уже были какие-то стилистики. Импрессионизм уходил в разные русла, а кто-то любил побольше цвета, кто-то любил побольше теней добавлять. И вот по таким штрихам можно было узнавать художников. Самая легкая тема, которая у нас была, это русские художники 18-19 веков. Их было немного, все они специализировались на конкретных сферах, то есть маринисты, пейзажисты, портретисты. В общем, было легко довольно. Ну, не сказать, что были какие-то художники, которые рисовали много мифов, сказок, но был один такой, и его работа довольно известна. Далее. Ну, в общем, по русским художникам, контрольные проходили довольно быстро. И вот. Но преподаватель считал, что мы должны знать всех художников, и в конце года у нас была годовая контрольная работа по всему материалу, которым мы учили. Вот. Что насчет реферата? Нам сказали, вы можете выбрать из таких-то художников, и вы должны написать по нему реферат. Мы сначала сдавали черновой вариант, вариант, ой, реферата, затем нам делали правки, мы исправляли, приходили на повторную консультацию, которая уже была во внеучебное время, и уже обсуждали то, точнее, у нас была предзащита. Мы показывали реферат, то, как мы говорим, как мы пользуемся материалом, что мы можем сказать, что мы можем прочитать, потому что как бы реферат ты весь не прочитаешь на защите, ты должен краткое содержание, грубо говоря, прочитать, аннотацию, вот, которую ты должен был сам составить и выучить. Я рассказала реферат, точнее, я защитила реферат на пять. Это не было сложно, потому что мне задались всего пару вопросов, на которые ответить было довольно легко, собственно, как и всем людям, которые сдавали, защищали реферат в этот день. Продолжение следует...